Часто играете персонажей, героев, которые действительно принимают судьбоносные решения, людей, от которых зависит судьба целых наук, император. Да. Вся империя зависит, народы. А кто зависит от актера Сухорукова? Кто? Коллектив зависит от вас? Обязательно. Так. Обязательно. И коллектив, и руководство, и бухгалтер, все от меня зависят. Я дожил до такого состояния сегодня. Я принимаю решение, и я это решение декларирую или заявляю. Могу и руководству, могу и соседям. Знаете почему? Не потому что я такой гордый, или зазнался, или зазвездил. Нет. Просто я живу правильно. У меня нет долгов за квартиру. Я езжу в транспорте не зайцем. Я выполняю свою роль в профессии. Честно. Вот было лето, все ушли в отпуск. А я ведь с ролью Домициана ездил по городам и весям. У меня очень такой период, сезон был яркий, трудный. И у меня в ноябре 14 спектаклей, в декабре 16. Я не снимаю сейчас. У меня нет времени для этого. Потому что я на выпуске нового спектакля. Но помимо этого, перед вами сидит человек, который любит то, чем он занимается. И доигрался до того, что в моем родном академическом театре Моссовета, сейчас это будет третье название. Царство Цайсына с аншлагом. РРР, аншлаг, с криком... РРР это про Раскольникова, да? Да, играю Парфеля Петровича. Великолепный, кстати, интерпретация Юрий Еремин поставил. На Бронной уже третий сезон играю Тартюфа Мольера. В театре Вахтангова играю еврея Аблера Розенталя. И за своего еврея я уже получил приз Кунстанеровича. В декабре иду получать приз московского комсомольца. Я номинирован журналом Театран. Вот, Театран, ну какой праздник у меня? Впервые, впервые Сухоруков не жалуется на то, что он не востребован. А когда я жалуюсь? Ваша песня, я сейчас не востребован, меня не приглашают, меня туда не зовут. И здесь, наконец-то, наконец-то. Влияют ли мои решения? Конечно, влияют. Я сегодня диктую, диктую, как бы, свою программу, потому что я за нее буду отвечать. И мы опять окольцовываемся, к началу разговора возвращаемся. Я принял решение, я за него в ответе. Но в ответе кромешно, жертвенно, то есть до низвержения какого-то. Вот у меня Адамитсан будет замечательный. Кто бы сомневался? Никто не сомневается, что будет замечательный. Непалит корректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Я просто решил еще один отрывочек из своей беседы, из одной из своих бесед с Игорем Сухоруковым здесь оставить. Потому что много говорят в последнее время после скандальной беседы. Ксения Анатольевича Супчака с иностранным агентом Алексеем Вячеславовичем Панином. Говорят, что все не то, что надо. А надо то, что сам Сухоруков говорит. Он собеседник вот такой вот. Продолжение следует...